Волт 3 Power, продукт бренда QEU Toys, он же Фангже. В середине упаковки нас ждет кубик 3х3, который еще упакован также и в ПВХ пленку. Комплектация. Уже как приятно, когда делают классные упаковки качественные. Так, в комплект вводят наклейки с фирменными логотипами, их 4. В комплекте стандартные 6 и 2 дополнительных комплекта, розовый и светло-синий. Микрофибра для протирки кубика, тоже забрендированный волк. Наклейка. Автограф от Мац Волка. Так, это рекламка. Это промоушн видео. Это призыв мотивационный. Лучше, быстрее, сильнее. Better, faster, power. Кстати, на латыни Altius Citius Fortius, это олимпийский девиз. Ну и последняя карточка. Рекорда Мац Волка. Это все. Итак, заспусован. Так, внешний вид кубика. У него стандартная цветовая схема, но вместо стандартных цветов стоят флорис. Они этот эффект дают. Он без магнитов. Есть еще магнитная версия. Не знаю, стоит ли она этих денег. Я думаю, вы можете его замагнить самостоятельно. Есть специальные наборы для этого. По регулировке дополнительной никакой он не требует. Все очень достаточно хорошо сбалансировано прямо из упаковки. Ну, давайте перейдем к самому интересному. Что же у нас внутри? Так выглядят линзы. Пружинки не просто цилиндрические, а конусообразные. И именно они дают этот эффект, когда чем сильнее ты его растягиваешь, тем он сильнее сопротивляется. То есть у него нет... О, класс, я его разобрал. Маленький диаметр сопротивления к изгибу больше, чем у широкого. И когда идет сжатие пружины, то оно сначала идет мягко, потому что в первую очередь сжимается за большой диаметр. Вот он сжался, а потом начинает сжиматься более жесткая часть пружины с маленьким диаметром. Отсюда этот и этот эффект. Автоматически настраиваемая мягкость сопротивления. Давайте еще обращаем внимание на крестовинку. Здесь уже стоят ребра жесткости. В центре крестовинки интегрирована металлическая гайка. Ну, во-первых, дает возможность очень тонко отрегулировать куб. Это раз. А второе, когда вы вкручиваете винт, он у вас входит строго в свою ось. То есть относительно других осей у него нет микросмещений. Поэтому кубик очень-очень хорошо отбалансированный. То нет нагрузки на какую-то одну сторону, на одно ребро. Когда вы вкручиваете в пластик, если вы чуть-чуть промахнулись, вкручиваете криво. И все, вы уже потом исправить это не можете. Вы выкручиваете винт, он снова вкручивается по той же резьбе. Либо резьба потом срывается. Так вот здесь этот вопрос решен вот этой гаечкой. Это очень-очень круто. Эти пазы в первую очередь нужны для того, чтобы уменьшить площадь трения. Трущиеся пары с очень маленькой площадью. Кубик дольше служит, быстрее скользит. Обратите внимание на основные такие динамические элементы, на которых идет напряжение. Это средние детали, потому что их сжимают с центра. Они выполнены из премиум пластика. Это крепкий полимер, который устойчив к интенсивным нагрузкам, трению. И он сам по себе очень скользкий. Обратите внимание на центральный элемент пазы. Мега крутое решение. Ну так вот в сборке выглядит центральный элемент. Так вот, если попадает какая-то грязь или пыль, то эта пыль начинает действовать как абразивно вот эти вот вещи. Со временем у вас начинают болтыхаться вот так вот средние детальки, и кубик себя очень плохо ведет. Так вот, вот эти пазы сделаны для того, чтобы отводить сюда всю грязь. Тем самым кубик будет сохраняться, служить вам дольше. Это очень классное решение. Вообще сам кубик композитный. Композитный, это значит, что он состоит из разных материалов. Видите, сразу сделали решение такое, чтобы сделать колор-модель. Вместо этих крышечек будут цветные крышечки. Чтобы снять блокиратор, нам нужно снять крышечки и вытолкнуть. То есть, в принципе, крышечки все держатся на блокираторе. Почитайте, раз, два, три, четыре детальки. Угловой элемент. У нас есть вот такие вот углубления. Они сделаны для того, чтобы уменьшить локап. Локап это когда кубик заедает. Когда уголок проходит центральный элемент, все основные зацепы делаются уголками. Так вот, вот это углубление, посмотрите, как заходит, не дает возможности уголкам цепляться за средний элемент. Но это зачастую приводит к легкому флипу. Ну, то есть, когда уголок может самопроизвольно флипнуть, если мы отпустим. Но в этом кубике этот вопрос решен тем, что они увеличили юбку. И внутренний, вот, вот эта юбочка. Внутренний механизм не позволяет, сжимая юбочку, уголок не флипается. Мы снимаем сначала эту заглушку. Эта заглушка распирает ножки вот этих элементов и не дает им выходить из юбки. Давите снизу на юбку пальцами, вот так вот. И по очереди ножки подгибаете. Обязательно нужно давить, и тогда вынимается. Но аккуратно, чтобы не сломать. Те, кто будет их магнитить, ну, вам уж придется их разбирать. Поэтому вот это может быть вам полезно. Дальше уголки разбираются как Даяни Пятом. Еще самый первый, кто придумал такой способ соединения уголков. Вот, ну, обратно, понятно. Собираем так, чтобы цвета были в соответствии с цветовой схемой. Надеваем юбочку, ставим заглушку. Все в обратном порядке. И я не обнаружил здесь шайбочек. Но и пружинки здесь, в принципе... Ой, как красиво сделано, посмотрите. Нижний хвостик пружинки загнут к верху. То есть, кончик не царапает, вот как здесь верхний, не царапает пластик. Надеваем. Это был обзор скоростного профессионального кубика для соревнований Walk 3 Power. От торговой марки QEWY. MoFang G. ONG Walk, ONG Walk, ONG Falc. Спасибо за внимание. Обязательно ставьте лайк. Подписывайтесь на канал. Советуйте друзьям. И еще очень важно. Решайте задачки, головоломки. Тем самым вы будете развиваться. И да пребудет с вами сила интеллекта. Пока.